Приветствую вас, и думаю, что мы разделим с вами разбор вашего вопроса, ваши проблемы на две части, и первая часть будет слышена вам. Как это не парадоксально звучит, но я предпочел бы начать диалог, начать, так сказать, работу с конца вашего первого сообщения, где вы пишете при себя, и там у вас в конце очень здорово написано, что вы, во-первых, чувствуете, вину перед своей мамой, и, во-вторых, вам кажется, что если вы не бегаете, что если вы не носитесь, что вы не работаете на износ, то вам кажется, что вы не работаете вообще. Вот эти вот моменты, они мне показались самыми, такими, знаете, главными, самыми большими проблемами именно в том, что касается вам. Почему? Потому что, во-первых, с одной стороны, у вас есть такая вот установка, которую дала вам ваша мама. Установка, которая вам, определенно не подходит. И дело здесь совсем не в том, что вы ленивая, что вы не хотите работать. Дело в том, что температура и характер у людей, они разные. И кому-то, может быть, подходит такая вот работа на износ, и сон по 3-4 часа в сутки, а кому-то нет. И ваша мама, она говорила вам так по своим причинам, мы об этих причинах поговорим. Но важно понимать, что вы-то все-таки другой человек. И этот другой человек, которым вы являетесь, он не может быть похожий на маму. Мама хотела здесь сделать вас по своему образу и подобию. Она хотела дать вам то, что, по ее мнению, является залогом успеха, залогом стабильности, залогом определенности. Но вам нужно помнить всегда одну важную вещь, что ваша мама была, по сути, одинока. Одинока она была не в том отношении, что она была одна. Она, конечно, была с мужчинами и все, но, во-первых, ее мужчины, это мужчины, которые ее подавляли, это мужчины-алкоголики. Это мужчины, которые ее били. И она это терпела. Как от своего первого мужа, вашего отца, до своего второго мужчины. Она все это терпела. И она терпела это ради чего-то. Она терпела это ради своих целей. И ей так было хорошо. Она в этом нуждалась. Почему она терпела? Можно только здесь предполагать, потому что понятно, что детство вашей мамы и ее воспитание в данном случае остается за кадром. Но вы пишите, что для нее важна семья. То есть вот семья для нее на первом месте. И не знаю, отознаете вы это или нет, но то, что для человека именно семья на первом месте, это плохо. Не спешите, пожалуйста, как-то выступать против данного предположения. Я постараюсь его объяснить. Дело в том, для человека, для которого важна семья, следует образу. Для него важен образ семьи. То есть, иначе говоря, сформированные субъективно представлениями о семье. Человеку хочется иметь семью. И он, безусловно, к ней стремится. Стремится к ней любой ценой. Но, когда человек, в данном случае ваша мама, стремится к семье, она игнорирует фактор личности людей, с которыми она эту, собственно, семью строит. Именно по той причине, что у мамы был образ семьи, к которому она стремилась, она зерпела побои мужчин первого и второго. Она позволяла вам все это наблюдать. Она не давала вам никакой свободы. Она считала, что нужно работать на этой новости для семьи. И стремилась предать этого. Именно потому, что у нее были свои представления о семейных ценностях. О семье. И сами-то по себе представления о семье, это хорошо. Но нельзя семью воспринимать как самоцель. Самоцель всегда люди. Люди, с которыми ты живешь. Люди, с которыми ты взаимодействуешь. А семья, это форма. Форма этого взаимодействия. Семья, это обертка. Это направленность взаимодействия. С какими-то людьми вы можете дружить. Да? С какими-то людьми вы можете находиться в деловых отношениях. А с какими-то людьми создавать мир. Почему с какими-то людьми? Потому что, например, второй мужчина, ваша мама, создал семью именно с вами несколько, с вами двумя. То есть с вами и, как я понял, с вашей мамой. И он принял вас как людей. Для него семья, для второго мужчины, не была на первом месте. Для него на первом месте были люди. И вас он не принял, а принял вашу маму. Но принял на своих условиях. И она согласилась. Почему? Потому что ей вас, ваша семья. И это первый и главный аспект. Нашей мамы на первом месте всегда семья. Семья в своем идеальном представлении. Семья в своем, оторванном, оторванном от людей представлении. Семья, в которой ваша мама всегда стремилась. И возникает вопрос. Почему ваша мама так стремилась к семье? К идее семьи? Почему ваша мама говорила, что у нас много работает и так далее, и так далее, и так далее? Ну, это был не очень уверенный в себе человек. Мы об этом можем сделать вывод по тому, что она терпела побои. Видите ли, когда женщина терпит побои, всегда возникает вопрос. Ради чего? Ну, говорить о том, что мужчины любят, а женщину, которую бьет, нельзя. Или можно, но большая натяжка. То есть можно сказать, что мужчины любят по-своему. Так, но это будет скорее ночью, чем скорее какой-то совсем своеобразной любовью. Можно ли говорить о том, что мужчина уважает женщину, которую бьет, нет, нельзя. Можно ли говорить о том, что мужчина уважает себя, раз он бьет, раз он пробивает семейный бюджет, иногда тоже нельзя. И возникает вопрос, а почему женщина все это терпит тогда? Потому что у нее есть какие-то свои мотивы, свои желания, которые доставляют ее все это терпеть. И, как правило, образность семьи, ярко выразленная образность семьи, то есть ярко выразленное стремление к семье, обусловлено личными, личными желаниями человека. И что ваша мама хотела найти в семье? Они, конечно, знают только вы и только она. Я думаю, что это успокоение. Я думаю, что это ощущение нужности. Я думаю, что это ощущение своей полезности. И, собственно говоря, сомнения в себе и неуверенность. Страх остаться одной совсем, страх быть ненужной, страх быть невостребованной и так далее. Именно данные моменты, данные факты подвигли вашу маму на то, чтобы терпеть от двух мужчин с собой. И она может быть, преследуя свои собственные цели и видя только в этих целях возможные средства для нормальной, успешной жизни, пыталась передать их вам. И вы, конечно же, не могли не видеть того, как мама ведет себя с мужчинами. Вы еще не перешли в ту часть, касающуюся вашего отношения с мужчинами. Но я думаю, что так или иначе, неуверенность в себе у вас есть. Потому что вот вы, например, писали в своем еще сообщении в чате, вы писали, что все время чего-то ждете от мужчины, своего. А мужчина как бы вас понукает вам и говорит, чтобы вы делали это самостоятельно. То есть у вас осталась вот эта вот некоторая такая, может быть, зависимость той же, зависимость от другого человека, от семьи, от того, кто непосредственно с вами находится рядом. И эта зависимость, она, конечно же, идет от мамы. Важно понимать, что нельзя руководствоваться идеалами именно семьи. Нужно руководствоваться отношениями человека. То, какой человек, то, какие ваши ценности, какие у вас отношения определяют семью. А не наоборот, не семья определяет людей. Потому что семья и любое вообще образование человеческое состоит из двух или более самостоятельных людей, которые, значит, вступили в это образование, потому что они так хотели. Если человек вступает в образование подобного рода, ну, в смысле, семья или любое другое, исходя из своих потребностей, то есть он надеется в семье удовлетворить какие-то свои потребности личные и личные желания, то получается то, что получалось у вашей мамы. А именно, ваша мама имела какие-то свои страхи, ваша мама имела свои желания, она это желание пыталась реализовать через семью, и в итоге была несчастной. В итоге она работала для, вроде как, себя, вроде как для вас, для всех, для своей семьи, но в итоге, в итоге она не жила для себя, она не жила для самой себя, она не уважала самой себя, распозволяла себе такое отношение. И раз она не уважала себя, то она, получается, себя и не любила до конца, раз она осталась в себе так, что вот работала прямо на износ и так далее. А это, в свою очередь, означает, что она не могла на самом-то деле и рассчитывать на любовь других людей. Потому что, ну, понятно, надеюсь, что, ну, понятное дело, что никто не будет любить человека, если он не любит себя. Есть сомнения в том, что ваша мама себя не любила, по крайней мере, во время вашего детства, во время вашего подросткового возраста. И при этом, потом она называла вас, вас неблагодарны, говорила, что она вот все время работала только для вас, она все время работала, все время, все время, все время. Это так. Но каковы были причины, каковы были ее мотивы работать? Ведь ее, по сути, никто не просил работать, в общем-то, она сама и надевала, она сама компенсировала то, что, например, не работал ее мужчина, и приходилось работать вдвоем. Потому что, будучи приверженной идеалом этой семьи, она не могла рассчитывать на своего мужчину. Потому что мужчина был для нее средством. Она, в силу ряда своих страхов, боялась, что не найдет другого мужчину. Она так долго не решалась уйти от одного к другому. А когда она ушла, например, от другого, выяснилось, что это другой такой же. Выбор женщины в плане мужчины очень хорошо показывает ее, знаете, ее оценку самой себя. И то, что ваша мама во второй раз выбрала по сути того же мужчину, говорит о том, что она оценивалась по себе не очень хорошо. Она не оценивала себя достаточно, чтобы выбрать мужчину достойно. И, конечно, это проблема. Это проблема вашей мамы. Но это нужно очень хорошо понимать. Понимать, что когда она говорит вам, что вы должны там постоянно работать, что вы должны постоянно бегать, что вы там должны на износ работать, она это говорит не потому, что вы действительно должны, а потому, что для нее это единственный, единственный путь к стабильной жизни, единственное средство достижения, скажем так, своей цели, при условии, что семья ей воспринимается как образ, как ценность в себе, а личность тех, кто находится среди членов семьи, ее не очень-то волнует. Или, по крайней мере, не занимает первое место. И поэтому, когда ваша мама пытается передать вам свои ценности, пытается передать вам свой подход к делу, свой подход к вопросу, нужно вот это все понимать. Понимать. Понимать, почему так и что ей отвечать. И у нее есть, конечно же, свои страхи. Мы об этом сказали. Эти страхи обосредуют то, что она вам предлагает. Но вы уже другой человек. И вы, безусловно, нещете свои, так сказать, изменения в то, что вам ваша мама говорит. И эти изменения, они достойны того, чтобы быть, чтобы существовать, чтобы как-то, ну, чтобы как-то корректировать, скажем так, ваше поведение. Значит, вы пишете про чувство вины перед своей мамой. И я надеюсь, что частично рассказал о том, что касается этого ощущения. Ваша мама говорит, что она много работала и что вы не благодатны. Давайте попробуем немножко задать себе такой вопрос. Немножечко отойти от этой вот направленности идеи вашей мамы и тратить так. Вот вы подросток, вам наше деду примерно, там, пусть будет, там, 12-11 лет. Вы должны, вынуждены постоянно убираться в квартире, постоянно сидеть дома. У вас нет никакой своей социальной жизни, нет социальной адаптации. А надо отвернули все друзья. Я, вас никто не любит, там, это вы не гуляете, вы не общаетесь, у вас нет на это времени, у вас остеют сплошные семейные обязанности. Это что? Счастливое детство. По мнению вашей мамы. Это что? То, чего ребенок достоин? Или это то, что ребенку не нужно? На самом деле, ваша мама, сама, сделав семью идолов, и сама, лишив себя всякой жизни ради семьи, то же самое передавал и вам, игнорируя при этом ваши личные желания, ваши собственные стремления. И это понятно. Понятно. Для вашей мамы это единственный способ, чего ты достичь и кем-то стараешься. Но, несколько эгоистичным выглядит то, что свои такие вот идеи, я бы сказал, идеи аскетичные, идеи немножечко жертвенные. Она передавала вам. И вы не просили свою маму на самом деле работать на износ. Понятно, что мужчина много пропивал, понятно, что мужчина наработал, на него нельзя было положиться, но можно было от мужчины уйти, если он ее любим и собственно никак не участвовал в семье, и с ней был постоянно холоден и агрессивен, как вы пишите, можно было уйти. Но ваша мама предпочитала не уходить, а работать. Работать, получается, по сути, за двоих. То есть, это ее выбор. это ее собственное решение, опосредованное чем? Желанием сохранить семью. Семью в ее представлении, семью любой ценой. и поскольку это ее желание и ее осознанный выбор пути, жизненного пути, то вы, как изначально ее ребенок, ответственности за то, что она делала, за то, как она себя вела, не несет. Дети не несут ответственности за выбор своих родителей. И когда она говорит вам, что вы неблагоданны, стремятся вызвать у вас чувство вины, вы не задаете себе вопрос, для чего она вам вот это вот говорит. Почему она хотела вас привязать к себе? Почему она хотела привязать вас к семье с ценностями, так же, как сама была с ним привязана? Ну, во-первых, понятно, что если взрослый человек всю жизнь посвятил каким-то моментам, если взрослый человек всю жизнь посвятил нашей определенной цели, то эта цель для него стала настолько важной, что он хочет передать ее своему ребенку. Если ребенок эту цель не принимает, то у человека возникает сомнение относительно правильности этой цели. И человек невольно задается вопросом, а может быть он вряз это делал. То есть, понятно, да, идеалный человек оставится под сомнение. И когда вы не делаете так, как хочет ваша мама, когда вы не оправдываете ее надежды, например, ее желания, вы ставите под сомнение ее цели. Но то, что вы ставите под сомнение ее цели, это опять-таки проблема вашей мамы, а не ваша проблема. И вот этот момент тоже необходимо учиться. Необходимо учиться этот момент, потому что нужно разделять себя и родителей. Понимать, что родители это они люди со своими ценностями, установками, идеалами, стремлениями, а дети это вообще говорят другие люди. Да, они связаны с родителями кровными узами, родственными связаны, они чем-то похожи по наследственным и генетическим параметрам, но с точки защитные личности, с точки зрения общественной, с точки зрения социальной, это все-таки уже другие люди. И спрос к ним, как отдельным людям, когда они вырастут, те, кто воспринимает людей как детей других людей, мягко говоря, ошибаются и воспринимают ограниченно. вы не описываете здесь этот момент, поэтому мы на нем останавливаться не будем, но суть, я надеюсь, донес понятно. Ваша мама сама выбрала свой путь, сама решила действовать определенным способом, и вы за это ответственности не несете. Если у вашей мамы были возможности, силы и необходимый мотив работать на износ, в ущерб, между прочим, так сказать, вашим отношением с ней, это ее выбор, но вы имеете полное право так не делать, вы имеете полное право себя любить, вы имеете полное право себя уважать, вы имеете право заботиться о себе, беспокоиться о себе, уважать себя, а значит иметь все припосылки для того, чтобы к вам относились так же и другие Исходя из этого, можно сделать несложный вывод, что вы от шерсти это и делаете. Вы больше внимания уделяете своей дочери, своему ребенку. Это хорошо. Хорошо, что вы это делаете. Но, поскольку вы боитесь, то есть нет, даже не так, поскольку вы боялись все время, что что-то случится с вашей мамой, вы боялись, что у нее в сердце будут какие-то проблемы и так далее, то есть это реально ожидание чего-то плохого, чего-то негативного. То, с учетом вашей такой вот черты, которая продиктована самостоятельным снимателем, вы, естественно, самостоятельно пытаетесь это купировать. Ваша мама рассчитывала только на себя. Она работала самостоятельно. У вас что-то таково, что вы, не зелая, вы отношения с вашей дочерью складывали в страхи, как и с вашей мамой, вы сильно все направляете на нее, на свою дочь. Но при этом этот стресс, постоянное ожидание негатива, это некая постановка себя в семье как одинокого человека, как формирование образа, опять-таки, отношений, но теперь уже, наверное, не в семье как таковой, а формирование образа именно отношений с дочерью, вы челенаправленно ведете определенную политику по отношению с дочерью. Эта политика связана с тотальным контролем, с гиперопекой и так далее. Почему? Потому что вы, так же, как и ваша мама, считаете, что если не сделаете вы, то не сделает никто. И вот это главная ваша ошибка. Почему? Вы снова моделируете отношения, вы возводите эти отношения в ранг идеала, вы возводите это отношение в ранг, ну, скажем так, или в ранг религии, если можно так сказать. Вы действуете через свои собственные представления о том, какими должны быть отношениями для родительных детей. В этих отношениях, самих по себе, нет ничего плохого, нет ничего дурного. Наверное, представление об отношениях есть у каждого человека, и он в соответствии с ними действует, в соответствии с ними он строит эти самые взаимодействия с другими людьми. Но всегда нужно учитывать другого человека в этих отношениях. Всегда нужно учитывать желание этого самого другого человека. И в этом, мне кажется, у вас проблема. Отчасти я уже говорил, что вам, ну, еще в своем первом видеоответе я говорил, что ребенку нужна определенная свобода, ребенку нужно набивать свои собственные шишки, но при этом ему нужна поддержка родительных. Да, ему нужна поддержка родительных. Но когда? Тогда, когда он сам в ней нуждается. Когда нужно что-то обсудить, когда нужно поговорить, когда нужно поддержать ребенка. Да, это нужно. Но не переизбыток. Не создавать постоянные измечения к этому взаимоотношению. Это плохо. Это вредит этому. Соответственно, по какой причине вы так сильно гипертрафируете, можно сказать, гиперболизируете отношения со своей дочерью. Ну, во-первых, вы, даже как и ваша мама, отчастно позиционируете себя одиозной личностью. То есть одиозной. Вы не можете положиться ни на своего мужа, ни на старого свекла. Если ваша мама действительно была одна, то есть она не могла положиться на своего супруга, ни на второго мужчину, а больше ей просто некому было обратиться, из вашей истории это вроде бы прямо вытекает, но если были какие-то моменты, пожалуйста, дополнить и потом, а как бы, но это вот, что мы написали, следует так, что у нее, можно, у нее была опора, была опора, сколько вы и ваша, вы и муж, все. Значит, ей не на кого было положиться. Но почему ей не на кого было положиться? Потому что она не устраивала отношения с этими людьми. У нее был образ семьи, она, к этому слову, не смирила, солить для нее были вторичные моменты. Вам не нужно повторять ошибки своей матери, и чтобы не чувствовать себя одной, чтобы не чувствовать себя одиозной, не чувствовать себя одинокой в поле сражения с возможными опасностями, а нужно выстраивать отношения с людьми. Выстраивать отношения с вашим мужем, мы об этом, конечно, поговорим отдельно, но пока-то выстраивать отношения с свекровью, выстраивать отношения с дочерью, отношения полноправные, отношения такие, чтобы вы давали ребенку определенную свободу. Вспомните, как ваша мама относилась к вам. Она ведь так же не давала вам свободу, на самом деле. Да, она в меньшей степени взаимодействовала с вами, может быть, но она так же намертво привязывала вас к семье. Это очень плохо. Ребенок для естественного своего развития изначально должен быть и в социуме, и в семье. И семья для него рассматривается как дом, где он всегда может отдохнуть, где его всегда примут, где его всегда помогут, поддержат и так далее. А социум, социум это среда возможностей, это среда для развития, это возможно для развития. И каждый раз, когда вы оказываетесь рядом с ребенком в социуме, там, где вас быть не должно, это, например, детский сад, предшкола и прочее, и школа может быть даром, вы лишаете ребенка этого развития. Почему? Потому что ребенок в семье ведет себя одним образом, а в социуме среди других людей ведет себя другим. И когда вы появляетесь в социуме там, где у вас быть не должно, ребенок автоматически начинает вести себя так, как он ведет себя в семье. А вести себя в социуме так, как ты ведешь себя в семье, нельзя. Потому что это принципиально разные, не противоположные, но кардинально разные формы поведения. И в социуме поведение семейное не воспринимается. Оно воспринимается как слабость. И получается, что вы своему ребенку вредите, мешаете ему развиваться, именно как социальному индивиду. Так же, по сути, как и ваша мама, мешала вам развиваться, когда вы были подростком. То есть, вот это вот ваше, что вы пишете, значит, вот, контроль от мамы, значит, мы, вот вы пишете, просто когда мама еще жила с отцом, немного работали, подумали с ней, я в своем подростковом возрасте не могла погулять от меня, одноклассники отвернулись, не понимали, почему я свяжу дома, она постоянно меня контролировала, значит, то, где и как, и так далее. Вот вы, по сути, делаете то же самое по обнажению своему ребенку. Только у вас направлена другая. Ваша мама была направлена на идею семьи, а вы направлены на идею идеальных отношений с ребенком. Это хорошо, что вы направлены на идеальные отношения с ребенком. Ну, какие они у вас, эти идеальные отношения с ребенком. И сколько места, в какую степень свободы, самостоятельности вы своему ребенку готовы предоставить? Этот вопрос вам нужно проработать самостоятельно. То есть, спросите себя, вот вы, когда выстраиваете все вот эти вот схемы взаимодействия со своей дочерью, вы думаете о чем? О своих интересах, о своем спокойствии или все-таки об интересах дочери. Вы знаете, вы почаще попробуйте спрашивать себя, вот, что моя дочь хочет? Что ей лучше? Что для нее полезно? Все для нее правильно. Вы подожди это спрашиваете. И вы удивитесь, какие изменения начнут происходить в вашем взаимодействии с дочерью. Потому, потому что ребенку вредно, когда с ним находится мама, больше определенного срока, больше определенного периода. мама постоянно находится с ребенком только в грудном возрасте и возрасте от 3 до 5 лет. После этого уже, даже в период с 3 до 5 лет, уже ребенка нужно оставлять одного. это прям прямым текстом говорят педагоги. Вот ребенок еще не умеет выходить кладут на пол, он говорит мама, подай мне игрушку. Правильно, он привык, что ему подают игрушку. Но ему-то настоятельно это дело. Да, он для этого должен что-то сам предпринять. Да, ему будет вот чисто формально ну угрожать что-то. Он может там, например, не умея ходить, он может нажать ползки, он упадет сам по неопытности, может удариться, ошибиться и так далее. Ошибиться может тоже в чем-то. Много времени затратить на это, будет плакать, это все-таки понятно. Но для сенса-мати это, конечно, серьезное испытание. И тяжело видеть, как ребенок страдает, и тяжело видеть, как ребенок сплачет и так далее. Это все понятно. Но это материнский инстинкт. Инстинкт след. А что говорит раз? Что говорит сознание? Что говорит разумное начало? Разумное начало говорит, что для человека, для будешь его человека, которому придется жить самостоятельно, это необходимо. И когда ребенок все-таки погнут игрушку, вы можете его схватить, пожалеть, похвалить, как он молодец. И эта похвала даст ему понять, что он сделал что-то хорошее, что он самостоятельно своими действиями сделал что-то хорошее, что-то правильно. И получив вашу похвалу, увидев ваше одобрение, ребенок поверит в себя и будет действовать так, более уверенно. Он будет знать, какие поступки примерно вы одобряетесь, и на основе этих поступков будет идти дальше, будет развиваться, будет расширять границы этих поступков, чтобы со временем стать тем человеком, кем он станет, но только так, только при наличии свободы он может этого сделать. А теперь спросите себя, чего вы хотите ребенка? Привязанность и не свободы, как у вас? Отсутствие социальной жизни? или все-таки нормального развития? Вот зависит от этого вопроса и строите свою стратегию поведения с малышей. Далее, вы писали такую вещь, в принципе, я уже почти все разобрал, что вы написали про себя. Значит, я не затронул тему, как мне кажется, только одну. Это тема вашего постоянного страха, что вы боялись за свою маму. Вот давайте подумаем, почему вы боялись за свою маму. Боялись вы за свою маму, потому что она была потому что вы знали что у нее некому поддержать. Она ни на кого не может положиться. Она там одна. То есть, когда вы еще жили с ней, вы уже переживали за нее, потому что знали, что она одна, и ей никто не поможет, если что-то случится. Вот с одной стороны, действительно страшно, когда уродной человек, твой самый близкий человек, один во всем мире, и ты знаешь, что, не дай бог, с ним произойдет что-то страшное, и никто не окажется рядом, никто не поддержит, никто не поможет. с другой с вами. А почему ваша мама была одна? Почему она поставила себя в сад, что ей никто не помогал? Ей никто не помогал? Почему она являлась таким социальным субъектом, субъектом социальных отношений, который был как бы сам по себе и руководствовался только одной идеей семьей. Ведь ваша мама своим поведением сама поспособствовала тому, что она осталась одна. Да, вы как дочь, безусловно, за нее переживали. Как дочь, вы безусловно, ее любили и стремились к тому, чтобы она была счастлива, ваша мама. Но ваша мама и сама ответственна за свою силу. И то, что итог к чему ее деятельность привела, это прямое следствие поступков вашей мамы. И то, что ей некому было помочь, то, что она ни на кого не могла положиться, это ее ошибка построения отношений. Опять-таки, ошибка построения отношений в чем? В том, что образ семьи, образ отношений был для нее выше самих людей. Люди были как бы средством для достижения этого образа. Причем, это может быть во всем, в любых отношениях. В дружбе это может быть идеал дружеских отношений, в любовных отношениях это может быть просто идеал в любом отношении, где человек сам не имеет какой-либо самостоятельности другой, я имею в виду человека. А в деловых отношениях это так же, что в любых социальных взаимодействиях если для человека важен образ, такая некая идеальная форма отношений, то сам человек, фактор человека, обходит на второй план. И это приводит к тому, что субъект таких отношений, то есть тот, кто провоцирует появление подобной формы взаимодействия, остается один. И с одной стороны безумно жаль такого человека. С другой стороны нужно понимать, что человек сам к этому пришел. И вы не несете во-первых никакой ответственности за то, что ваша мама оказалась в том положении, в каком она оказалась. Это ее выбор был выбор еще до того, как вы появились на свет. И во-вторых, вам такой ошибки важно не допустить. Еще раз, стройте отношения с людьми. Смотрите на людей, на то, как они к вам относятся. Смотрите на то, ставят ли они ваши интересы превыше своих. Так обычно делают те, кто любят. И так не делают те, кто не любят. Так не делают те, кто относится к вам потребительски, кто относится к вам эгоистично. И вот исходя из этого выстраиваете свое поведение по отношению к людям. Но если поведение вам не нравится, если поведение вас не устраивает, если вы считаете отношение к вам неприемным, то не нужно это терпеть. Ради какого-то идеала отношений, ради идеала семьи никто не будет счастлив, если вы не будете счастливы. Не будет счастлив ваш ребенок, если вы, например, будете сохранять свою семью только ради семьи. при этом поведение вашего, например, мужа вам будет не нравиться. Ну, не будете счастливы от ребенка, не будете счастливы вы. И в итоге получается, что в таком случае вы несете груз, несете ответственность, работаете ради сохранения этой семьи. Точнее, я бы сказал, ради поддержания иллюзии семьи. Вы родите громадные усилия на это. А вот по факту работа эта никем не ценится. И получается, как у вашей мамы. Она всю жизнь потратила, она всю жизнь работала и потом называла вас неблагодарством. потому что действительно с ее точки зрения вы не оценили ее труд. Не оценили то, что она для вас сделала. С ее точки зрения она действительно очень-очень много работала. Но почему? Это ее выбор. Ее никто не просил. Так же, как и вас никто не просит сохранять отношения ради отношений. Обращайте внимание на людей. Смотрите на них. Заменьшайте их отношения к вам. Не пытайтесь сохранить то, чего нет. И не приносите в сердцу свои интересы ради идеала отношений. И тогда вы не повторите ошибок своей мамы. Тогда у вас не будет таких же мыслей, таких же требований к ребенку, к своему ребенку. И не будет той опустошенности, которую она чувствовала, когда называла вас неблагодарным. Не будет того страха, что вся жизнь прошла зря. Ты вроде бы работал, ты вроде бы стрелял безумные усилия, время, всю свою жизнь, и это все никуда. Потому что любой труд, он в первую очередь обладает востребованностью, он в первую очередь обладает важностью, а то, что делала ваша мама, и то, что может быть делая силы, это не востребованность, это опосредованность лично вами и вашими желаниями деятельности. Опосредованная деятельность. Но ее опосредованность вашими желаниями и стремлениями не делает сам по себе этот труд важный и достойный благодарности со стороны, например, ребенка. потому что ребенку не объяснить, почему вы, например, постоянно кто-то для него делаете, дашь ему ущерб себе. Ребенок, как и любой ребенок, эгоист. И его эгоистичность правильна для него. Минутность даст от ребенка, как кому бы то ни было, благодарности за свой труд и какой-то отдача на свой труд. Если вы трудитесь, потому что вы так как едете, потому что таково ваше желание, потому что таково ваше стремление и у вас свои собственные мотивы, вы, получается, это делаете для себя. Но раз вы делаете это для себя, то и плоды этого трудного труда пожинать тоже вам. Не кому-то другому, а только вам. И непонятно, почему другие люди страдают от того, что делаете вы вроде как для себя. Вот ваша мама делала для себя, страдали вы. Это справедливо? Это правильно? Ответите себе на этот вопрос. Просто подумайте об этом. Можете не писать про это, можете ничего не отвечать. просто подумайте. Просто подумайте. На этом, я думаю, часть про вас закончена. закончена. Хочу сказать, что многое из того, что мне бы хотелось про вас узнать, осталось здесь закатно. Вы писали про свое детство, вы писали про то, что, наверное, вас больше всего волновало, вы писали про то, что вам казалось важным. Возможно. Но вы, лично вы, это не только субъект родительских отношений, детско-родительских отношений. Вы это не только субъект родственных связей. Вы это субъект и деловых, и общественных, социальных связей. и если у вас есть проблемы там, а они у вас есть, мы это уже видели, потому что вы описали, у вас проблемы с поиском работы и так далее, то об этом доле нужно написать, так как одно связано с другим. Я понимаю, что у вас есть определенные противоречия на данный момент. Эта противоречия заключается в том, с одной стороны, вы испытываете влияние своей мамы, которая говорила вам, что он постоянно работает, работать много, работать на износ, и того же самого точно от вас мужчину, ваш мужчина. Он тоже говорит, что он постоянно работает, и так далее. И причины того, почему он так говорит, мы еще с вами разберем обязательно. С другой стороны, есть ваши собственные желания и собственные представления о том, что вы хотите делать, с чем вы хотите заниматься, и куда вы хотите реализовав свою энергию. И вот это, второе, как ни странно, куда более важно, чем первое. Потому что первое, наверное, вам извне. Первое определено субъективными предпочтениями других людей. Ваши мамы, мужчины и так далее. Но не вас, не вами самими. А в силу того, что жить-то вам, в силу того, что ваша жизнь это только ваша жизнь. И как мы сказали, важно не идеал отношений, не форма отношений, не образ отношений, а люди в этих отношениях. то вследствие этого и вы, как человек, тоже обретаете первичную важность. И в силу этой первичной важности ваши собственные потребности и желания выходят на первый склад. Вот то, что вы сами для себя считаете правильным и верным, без ущерба для окружающих, без ущерба вашему ребенку, без ущерба другим людям. И является правильным. Если есть проблемы с этим, если вы не можете разобраться, что действительно правильно, предлагаю вам это написать в тексте как в продолжительстве разговора лично у вас. Соответственно, исходя из этого, диалог про вашего мужа пока мы начинать не будем, потому если, я думаю, не закончен диалог про вас. И, соответственно, вам нужно сейчас сделать следующее. Во-первых, ответить на вопрос, хотите ли вы продолжать дальше диалог про вас, потому что в принципе, в принципе, основные направления и постулаты того, как вам нужно себя вести именно в рамках социальной активности именно в рамках личности, я вам сказал, я вам дам. Средства у вас есть, я надеюсь, эти средства понятны. И при желании вы можете самостоятельно всего этого сами добиться и ко всему прийти собственными, как бы, силами. поэтому, если вы скажете, что все, про меня хватит давать про отношения с мужем, это будет ваш выбор, это будет ваше право, и тогда следующее мое видео будет подсвечено вашим отношениям с мужем. Но если вы захотите продолжить диалог о себе, так же ваше право, и мы продолжим диалог о вас. Я думаю, что для начала вам нужно принять это решение, ответить на вопрос о продолжении работы, о направленности продолжения работы. И после этого, я думаю, будет вам второе видео. Какое оно будет решать вам, какое направленность оно будет так же решать вам. На этом все, значит, когда я отправлю вам это видео, и вы его просмотрите, прослушайте. Я надеюсь, вы приличное количество нового полезного для себя найдете. Так же хочу сказать, что следующее видео в любом случае будет скорее всего уже вечером, я думаю, в районе 11 часов, может быть, чуть позже, там особой разницы, не думаю, что имеет. В любом случае, после того, как вы это видео получите, вы убедитесь в том, что работа идет, что работа движется, что есть контакт, есть взаимодействие, и я думаю, что если у вас и были какие-то сомнения относительно того, стоит так работать или не стоит, то я надеюсь, что они у вас эти сомнения расслежутся. Соответственно, жду от вас перевод за видеоответ и ответа на вопрос о том, в каком направлении дальше мы будем идти. И если в первом направлении, то есть продолжаем тему вас, то, соответственно, пожалуйста, допишите текст о том, что я сказал. То есть не нужно вновь брать этот текст, который вы мне прислали. В отдельном тексте надавите этот текст, например, про меня два, и в нем дополните просто проблемных моментов свои, если предстоит и нужно. На этом еще раз все, желаю вам удачи, надеюсь, что помог до света.